Привет, мои дорогие друзья! После супер-спецоперации, которую устроили Офис Президента по отношению к Порошенко, опять-таки при нашем любом отношении к Порошенко мы должны понимать, что психически неадекватный якобы воин АТО, якобы Азовец, не мог оказаться в одном самолете. Он бомж практически, мы рассказывали про него много раз. Но я подчеркнул, что этот человек неоднократно уже использовал СССР в качестве свидетеля. Ну, свидетеля в специальных процессах службы безопасности Украины. Кто свидетель? Я свидетель. Есть такие специальные процессы. То бишь, это была спецоперация СБУ, чтобы отправить неадеквашку в Эквадор, или там куда его там отправили, непонятно, Галапагосские острова, я не знаю, где это находится. Он сел в один самолет с Порошенко только для того, чтобы подошел и начал там ему рассказывать что-то и убежал. Вот такого рода спецоперации начал осуществлять Офис Президента Украины. По всей видимости, это та самая информационная противодействие, информационная война и так далее. Но по всей видимости, по всей, по всей видимости, он нанял экспертов уровня там, подножного уровня абсолютно из 90-х годов. Да, каких-то лушпенов. Мы даже знаем их фамилии, в общем-то. Тут внезапно, я читаю, на сайте такой есть багнет, гамнет я бы назвал. Кремлевские кукловоды готовы поддержать протесты украинцев. 15.01 и 28.01 Донбасс поддержит протест украинцев. Что происходит? Вроде бы запланированы протесты фопов, фоповцев, против введения этих кассовых аппаратов, против нагиба фоповцев. Читаем материал. И хотя внешне акции протеста якобы вспыхивают стихийно и проходят вроде бы вне политики, вполне очевидно, что организуются они по одному шаблону конкретным кукловодами из страны-агрессора. То бишь, решили замазать уже и фопов, что их заказал Кремль. То есть они агенты Кремля. Идут четко по той же схеме, по которой шла страна предыдущие 5 лет. Это все агенты Кремля. Читаем дальше. Если Шарий... Здесь указано, что Денис Пушилин выступил с заявлением и сказал про Шария, Шилову там какую-то. Если Шарий более-менее известен интернет-аудитории, как пророссийский блогер-пустозвон, обливающий грязью Украину и все украинское, то фамилия остальных мало что говорят. Да, Шарий чуть-чуть известен все-таки аудиторией. Просто блогер. Блогер-пустозвон. Именно поэтому вы, суки, бросаете все свои силы информационные. Мне просто интересно, сколько стоил этот вброс? Это же бюджетные деньги на это расходуются. Читаем дальше, да? Одним словом, информационная активность россиян и их марионеток вокруг протестов в Украине в очередной раз показывает желание Кремля столкнуть украинцев лбами. В очередной раз воспользовавшись наработками своих пропагандистов. Написано все в стиле, ну просто какого-то укрреализма, да? На что они ссылаются? На заявление, которое было размещено на сайте Донецкого агентства новостей. Срочно официальное заявление главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина относительно событий на Украине. Вот здесь стоит Денис Пушилин, чуть выше, там фотография почему-то ДТП. Пресс-служба ГУМВД России по Ростовской области. Но ввиду того, что я это достал из кэша, потому что в реале этого уже, конечно же, нет, да? Там 404, такой страницы не существует. То может быть просто какой-то глюк и так подтянуло эту фотографию. Ну вот здесь фотография Пушилина. Пушилин заявляет, в лучших традициях написан текст, фашисты украинские, которые там та-та-та-та-та. Ну такое впечатление, что писал тот. Кому надо написать так, чтобы поверили, что это написал сайт Донецкого агентства новостей на подконтрольной украинской территории. Чтобы вот читая с подконтрольной территории, поверили, что это вот именно они писали. И здесь, мы народ Донбасса искренне поддерживаем трудовой украинский народ в борьбе против той нечисти, что правит Украина. Мы призываем 15-го и 28-го начать не просто акции, а всю украинскую народную революцию. Донбасс поддержит простых украинцев, которые против мирового капитала и бла-бла-бла. Ну и чтобы уже совсем, ну короче, чтобы совсем уже, они в конце опубликуют вдруг внезапно номер расчетного счета. Я так понимаю, руководителя Сейфоп. Лично мне, со своей стороны, стало интересно, когда было размещено это супер обращение. Сколько я понимаю, размещено оно было в 4.04. То есть ночью вдруг Денис Пушилин решает разместить важное государственное обращение, сообщение. Через 4 часа после размещения этого великолепного обращения появляется материал, где сидит кукловод марионеточных фопов на ОРД. ОРД помойка, которая сейчас уже прикуплена полностью, я так понимаю, оксом президента. Не за дорого причем. Потом это размещается на каких-то вообще вонючих каких-то ресурсах, абсолютно каких-то непонятных. Ньюз, ЮА какая-то. Но мне больше всего понравилось, что это было размещено в блоге Корреспондент. В 8.40 разместили на блоге Корреспондент. Разместила некая Верескова Дарина. Народный бунт с поддержкой ДНР. Как вы думаете, все остальные материалы Вересковой Дарины, вот чем они связаны между собой? И чем вот этот материал выбивается из всех остальных? Все предыдущие материалы были скопированы с сайта Службы Безопасности Украины, пресс-службы Службы Безопасности Украины. Я здесь пометил просто, где СБУ. В каждом материале упоминается СБУ, потому что каждый материал скопирован с пресс-службы Службы Безопасности Украины. Вот открываем материал, и здесь рассказывается про очередную победу управления кибербезопасности СБУ, к примеру. И отматываем вот так вот страницы, и везде, везде, везде СБУ то, СБУ это, СБУ совершила очередной подвиг СБУ, СБУ. Конечно же, уже на сайте ДНР, официальном сайте, размещено уже объявление о том, что злоумышленники взломали сайт Донецкого Агентства Новостей. Сайт Донецкого Агентства Новостей подвергся хакерской атаке, минувшей ночью. Об этом сообщает Служба Технической Поддержки. Не установлен на данный момент, злоумышленники попытались нарушить работу агентства и внести вредоносные изменения на сайт. Мы действовали крайне оперативно, и ввиду того, что это же территория Украины, поэтому у нас там, конечно же, есть журналисты, которые моментально связались вот с этим человеком. Первый заместитель министра информации ДНР Данил Бессонов. Минувшей ночью была совершена хакерская атака на сайт Донецкого Агентства Новостей, после чего злоумышленники получили доступ к сайту. После этого было опубликовано якобы заявление главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина о том, что наша сторона поддерживает и стимулирует протестные митинги в Украине. Там даже были опубликованы две даты, где Денис Владимирович якобы призывает украинцев выходить на митинги. Видимо, команда Зеленского ничего лучшего не придумала, кроме как дискредитировать протестующих, дискредитировать, грубо говоря, своих граждан, свой народ и обвинить их в том, что эти митинги организованы нашей стороной. Поскольку мы знаем неоднократно, сам Зеленский заявлял о том, что они будут усиливать информационную войну против жителей Донбасса, также, судя по всему, и против жителей Украины. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Я поздравляю Офис Президента с очередной абсердной операцией и СБУ просто с гениальным ходом, в который все, конечно же, поверили. Я посмотрю, кто еще всосет вот этого типа информацию, но они решили фопов завязать уже кремлюши. Типа, ты за фопов, значит ты кремлевский. Это говорит только об одном, друзья. Они очень боятся этих протестов. У них очень сильно подгорает. У Владимира Александровича просто течет по ногам от любых такого рода протестов. И это хорошо. Ребята, фопы, все, кто их поддерживает, вне зависимости от политических предпочтений, ребята вас очень сильно боятся. Очень сильно пошли вот такого уровня подножные вбросы. Держитесь, мы с вами. Ну а теперь показываем, как происходил сбор подписей. Это не просто сбор подписей за понижение тарифов. Не-не-не, это бред. Это сбор подписей за инвентаризацию передачи сетей в пользование облгазам. Это очень важно. И мы знаем, что мы делаем. Мы степ-бай-степ идем. И классно, что люди на это так хорошо реагируют. И прекрасно понимают, чего стоит эта власть. И что надо поскорее ее законными способами сносить нафиг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это моя дипутат,Γ bend comments Мы,депутаты партии Шария, обратаемся к городский совет к мэру, чтобы провести Провести инвентаризацию объектов газопостачания и чтобы передать на баланс коммунальную собственность, территориальную громаду, всего майна этой газовой компании, чтобы находилась у нас на балансе, нашей громады. Мы хотим создать такую инициативу, чтобы провели инвентаризацию газовых объектов, газовых магистралей, потому что эти трубы, всю эту магистраль, строили за наш с вами счет, за счет города, за счет государства. А теперь Одесса Газ, это частное предприятие, которое на этом зарабатывает. Здравствуйте, меня зовут Нина Исаченко, я депутат Одесского районного совета. Мы сегодня с коллегами проводим акцию, которая посвящена повышению тарифов на газовые услуги. Как мы знаем, скоро придет две платежки за газ. Одна по тарифу газа, а вторая по транспортировке. И позиция партии в том, чтобы провести инвентаризацию всех объектов, которые отвечают за это. Ведь, по сути, мы платим по двойному тарифу. Уже областные газовые службы получили деньги от Кабмина и провели газ, скажем так. Но все равно люди, грубо говоря, проводили газ еще раз за свой счет. И к домам своим, и в принципе, те трубы, которые проходят вообще в общедоступном месте, они не нуждаются в нашей оплате. Это, по сути, недра земли нашей земли. И оплачивать все эти аренды и все дополнительные услуги именно должны те компании, которые отвечают за транспортировку. Продолжение следует... Продолжение следует...